Всем привет! Это Молодежный Микс и с вами я, Наталья Ханбабаева и наша творческая группа. Мы готовы рассказать об интересных событиях, поделиться полезной информацией и хорошим настроением. В Махачкале появилась новая классная локация. Это крутой аттракцион для семейного отдыха. На открытии побывал и наш корреспондент Хизри Яхьяев. Парк Ленинского комсомола теперь будет привлекать гораздо больше туристов и горожан. Посетители парка смогут увидеть город с высоты птичьего полета и набраться колоссальных эмоций. Колесо обозрения в центре города станет местом притяжения для людей всех возрастов. Колесо обозрения строилось на протяжении двух лет. Комфортные кабинки, безопасность самой конструкции и сцены. Мы решили узнать мнение гостей, которые уже успели прокатиться в нем. Сегодня попали на открытие колеса обозрения. Это, конечно, событие для Махачкалы. Очень интересное, увлекательное, приятное впечатление. Красивый обзор, горы, горы. Город кажется такой красивый, чистый, зеленый. Хотя это на самом деле не так. Хотя бы сверху это видно красиво. Мы прогулялись сегодня с моими гостями в Индушете и прокатались за тысячу рублей за несколько минут. Хотелось бы, чтобы было более удобно по бюджету. Все-таки дороговато, особенно в день открытия. Вместе с колесом обозрения на территории парка открылся стритфуд-фестиваль. В рамках мероприятия жители и гости столицы могли попробовать еду, приготовленную представителями различных кафе. Знать свою историю и почитать традиции. Выходцы из Чародинского района организовали презентацию книги «Сельская община Нукуш» в XII-XX веках. Основная цель мероприятия – сохранение исторического наследия родного края. Аварский язык. Организаторы решили, что в таких редких случаях, когда вместе собираются старожилы и молодежь, следует говорить исключительно на родном языке. Это возможность поближе познакомиться с богатой культурой своего народа и прививать любовь к корням, к истокам. Над книгой «Сельская община Нукуш» в XII-XX веках работали сотрудники Дагестанского федерального исследовательского центра Российской академии наук Хапизов и Абдулмажидов. Это историко-документальное исследование, в котором систематизированы данные из арабоязычных источников и архивные материалы. Эта книга уникальна тем, что авторам удалось собрать большой архивный материал, систематизировать. Они исследовали рукописи, в том числе на арабском и на аджаме, которые на протяжении многих лет хранились в домах анукушцев. И что самое интересное, что эти научные исследования имеют непроходящее значение, как документы эпохи, документы истории, этнографический характер, этнографическое значение имеют. И еще они имеют это исследование само по себе, а наукуши имеют важное значение как для историков и этнографов, и о самих односечан. И я думаю, эта книга послужит примером того, чтобы современное поколение нукушцев брало пример со своих предков. Исследовательская работа над книгой позволила выявить много интересных фактов. Например, в период кавказского имамата в Нукуши было налажено производство пушек. Такие данные однозначно привлекут внимание молодежи к истории родного села, района, края. Еще больше интересных фактов у моего коллеги. И прямо сейчас рубрика «Популярно о науке». Всем привет! С вами Иса Пахрудинов, и это рубрика «Популярно о науке». Заваривайте чаек с печеньками, и мы начинаем. Какая, по-вашему, самая популярная и самая часто произносимая военная фраза? Конечно, как все знают, на любой приказ генерала бравый солдат гордо ответит «Есть!». И вроде бы все правильно, и по уставу, но почему? Почему слово, обозначающее принятие пищи или наличие чего-либо, вдруг стало ответом на приказ командира? А чтобы узнать это, давайте вернемся в 1696 год, когда Петр I готовил свой флот к штурму города Азов. Для обучения новоприбывших моряков были приглашены англичане с ближайших торговых судов. Британцам пришлось буквально с нуля учить неопытных солдат морскому делу и своим военным традициям. А по уставу английского флота на приказ вышестоящего следовало ответить «Yes, sir», что для русского слуха превратилось в простое «Есть». А сейчас постарайтесь вспомнить самые сложные имена, которые вы слышали в своей жизни. Те самые длинные, непроизносимые грамматические конструкции, которые будто созданы, чтобы ломать людям языки. Я тоже поделюсь с вами кое-чем подобным. А именно полным именем великого испанского художника Пабло Пикассо. А точнее Пабло, Диего, Хосе, Франциско, Деплуа, Хуан, Нипомусено, Мария, Диос, Ремидиос, Киприану, Дила, Сантисима, Тринидад, Мартир, Патрисио, Руиз и Пикассо. Думаю, многие из вас слышали эту поучительную и крайне вдохновляющую историю о том, что великий физик и математик Альберт Эйнштейн в школе был двойшником и чуть ли не аутистом. Спешу вас сразу верить, это всего лишь крайне устоявшийся миф. Известный гений с детства проявлял свои выдающиеся способности в естественных науках. Однако, позвольте, я расскажу вам другую историю, не менее поучительную и на этот раз полностью правдивую. Однажды великий австрийский композитор Иоганн Альбертсбергер был настолько раздражен упрямством своего нового ученика, что воскликнул. Этот тупица ничему не научился и никогда ничему не научится. Ученика звали Людвиг Ван Бетховен. Так что все возможно, господа, с правильной мотивацией и капелькой старания. И на этой позитивной ноте я прощаюсь. С вами был Иса Пахрудинов. Всем удачи и всем пока! На этом наша программа подошла к концу. Все выпуски вы можете посмотреть на официальном сайте и на нашем ютуб-канале. До новых встреч! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!